Несмотря на кризис и отсутствие финансирования, НПО ИГМАШ продолжает делать детали для реактивных двигателей. Ребята, я всех снова приветствую. Разобрал все свои реактивные двигатели на молекулы, потому что многие детали требуют доработок. Вот оно все имеющееся богатство. Итак, ребята, что же сделано? Перед началом изготовления жаровой трубы нужно было для успокоения души разобраться наконец с этими всеми деталями. На туннель насаживается очень горячая деталь. Это сопловой аппарат. Она вот примерно в таком положении находится. И сделал пропилы, чтобы через них просачивались небольшие порции воздуха с камеры сгорания. То есть воздух, который нагнетается компрессором. Они будут обтекать туннель и охлаждать его. Потому что вот эта штука будет раскаляться до красна. И мне не хотелось бы, чтобы туннель расплавился. Также я еще сделал вот здесь насечки на глубину около миллиметра. Это позволило увеличить площадь. То есть деталь будет еще лучше охлаждаться. Это что касаемо туннеля. Далее. Корпус тоже соприкасается с этой деталью. В итоге я сделал пропилы на корпусе, чтобы только пятками соприкасалось. Именно по торцевой, по внутренней поверхности. Если вставить деталь, видно, что есть полости. Ну и на самом сопловом аппарате я тоже оставил пятки, которые имеют соприкосновение с внутренней стенкой корпуса. Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы корпус опять же не расплавился. И не потерял прочность, чтобы его не развалило. Также попутно пооблегчал детали, чтобы двигатель уложился в 250 грамм и менее. Все детали имеют индивидуальную подгонку. Поэтому если их перепутать, то ничего хорошего не получится. Вплоть до того, что даже подшипники на валы садятся по разному кругу. Ну а теперь пару слов про штангенциркуле. Недавно делал вот такой инструмент. Появилось очень много грамотеев в комментариях. Мы обсудим именно тех, которые считают себя дико и дерзко умными. Очень умными они себя считают. Мол, толщину стенки можно измерить микрометром. Вот таким инструментом, вот таким вот образом. Господа грамотеи, как же так? Неужели вы не учили геометрию в школе? Если вы будете микрометром измерять, то вроде бы, казалось бы, можно это сделать. Придется разъяснить всю сложность измерения микрометром таких деталей. Стенка имеет вот такую форму. Когда мы измеряем микрометром, там лапка целых 8 миллиметров. И мы имеем вот что. Мы измеряем не толщину стенки, а измеряем непонятно что. Ну что, как? Это раз. То есть микрометр нужно, опять же, уничтожить как карандаши. Заточить лапки и тогда все будет окей-хокей. Ну и второе, для чего же мне именно понадобился такой инструмент? В чем практическое его применение? Ребята, я же делаю реактивный двигатель. Вот, например, точу я сопла в таком интересном положении. Загоняю резец под углом, чтобы получилась коническая поверхность. Здесь фланец какой-то обязательно присутствует. Я уже очень много раз точил такие детали. И возникает просто дикое желание измерить вот эту стенку. Понимаете? Да, можно ее там высчитывать и прочее. Но мне настолько надоело постоянно это все высчитывать и не угадывать. Все равно там плюс-минус не туда резец подведешь и уже все. Что-то пошло не так. В данном же случае мы просто берем вот так и измеряем стенку. Все. Вот мы измерили. Она где-то вот миллиметр и одна десятка. Вот и все. Классный инструмент. Мне он очень нужен. Да, кто реактивные двигатели не делает, кто точит одни болты и гайки, тем возможно никогда в жизни такое не понадобится. Еще говорят, есть специализированный инструмент. Я за свою жизнь ни разу не видел его в продаже. То есть я был на барахолках, я был у людей, которые занимаются продажей инструмента. И никогда я не видел ничего подобного. Надо еще найти такое и надо взять и купить. У меня есть два штангеля. Вот. Один такой вот. Он в работе. Один вот такой. Он тоже у меня в работе. То есть два штангеля нормальных у меня есть. Ну а этот я решил так сказать испортить. Тем более, что губки у него были изношены. Он уже показывал на десятку не точно. Вот губки где тонкие, у них маленькая площадь и в этом месте они прежде всего изнашиваются. Здесь вот не особо, а здесь сильно. Теперь насчет точности. Типа он не точный этот инструмент. А почему он должен быть не точным? Не могу понять. Здесь все идеально сходится. Просто идеально. Здесь все идеально сходится. То есть это как контроль. Если аккуратненько сильно, то есть не нажимать, прям адски сильно, тогда вот здесь оно может смещаться. Ну либо надо сильнее прижимать винтиком. Короче говоря, все можно очень точно измерять без проблем. Можно даже продемонстрировать. Берем, к примеру, линейку. Вот так вот мы раз. Все измерили. Смотрим сколько здесь. Чтобы вам было очень хорошо видно. Судя по тому, что вот эта риска наиболее точно сходится, здесь ровно один миллиметр. Теперь берем инструмент, с которым точно не ошибешься. Любой может понять эти цифры. И измеряем. 0,99. Один миллиметр. Интересно, в чем не точность? Как этот инструмент мог потерять точность? Как? Вы будете конечно смеяться, но раньше я такие вещи вот так измерял. Прикидывал на ощупь. Скажу я вам, вот этот инструмент явно точнее. Очень нужный инструмент. В конструировании реактивного движка он мне пригодился уже дважды. Во-первых, сопла я вам показал. Во-вторых, вот он корпус. Корпус имеет разную толщину стенки. Здесь она миллиметр, потому что здесь будут крепежные отверстия. Ну а дальше она сделана потоньше. Где-то 0,6 миллиметра. Вот и все. Сделана тоньше, чтобы облегчить. Кстати, толщину вот этой стенки я так и не знаю, потому что не измерял. Но очень интересно. Давайте измерим. Около двух миллиметров. 1,8 получается. Видите? Стенка имеет разную толщину везде. Толстая стенка как раз таки для лучшего отвода тепла. Внутри стенки омываются свежим воздухом и охлаждаются. А здесь существует очень сильный нагрев от соплового аппарата. Он раскаляется до красна. Нужно, во-первых, минимум перенести тепла на фланец. А во-вторых, это тепло нужно отвести подальше, поэтому стенка здесь толще. В общем, как-то так. С камерой сгорания все не так просто. Не могу понять, как же мне все-таки лучше ее сделать. У меня есть в чертежах три разных варианта. Но это все гигантские камеры сгорания. И построены они все по разным принципам. То есть складывается такое ощущение, как ты ее не делай, она все равно должна работать. Хотя это естественно ложное ощущение. Разложил я вот здесь все чертежи. Трех имеющихся у меня двигателей. И анализирую камеры сгорания. Есть маленькая камера сгорания. Точнее она узкая. То есть топливо очень быстро успевает сгореть. Но эта камера сгорания очень сильно турболизированная. Здесь есть специальные трубки под углом, которые стоят. И прямо в центр, можно сказать, сгорания поступает свежий воздух. Поэтому удалось сделать ее такой маленькой. Но все равно по толщине она очень толстая. И для моего двигателя она никак не подойдет. Мне нужно делать как-то по-другому. Далее есть более крупная камера сгорания, которая без всяких завихрителей нормально работает. Но она вообще огромная. Больше всего анализирую расположение отверстий наружного и внутреннего кольца. Склеил скотчем. Вот это внутреннее кольцо с отверстием. Видите, здесь отверстия чаще расположены. Здесь отверстия реже расположены. Это наружное кольцо. Площадь отверстий примерно одинаковая. И внутреннего и наружного кольца. То есть воздух поступает как снаружи, внутрь камеры сгорания, так и изнутри. Это KJ66, известный двигатель. Здесь тоже анализирую. Видите, есть некоторое смещение рядов отверстий. Это внутреннее кольцо, это наружное. И вот эти смещения везде разные. Везде. Там в одну сторону, здесь в другую сторону. В другом вообще как-то там по-интересному. Еще мне интересно, как располагать трубки, через которые топливо будет подаваться. Решил делать 10 испарительных трубок. Своё кольцо наружное я уже нарисовал. И теперь проблема выбора у меня, как же сделать внутреннее кольцо. Потому что если оно не заработает, ребята, придется все переделывать. И переделывать до победного, пока не заработает. Движок маленький. Соответственно и камера сгорания будет очень маленькая. Вот она один к одному. Развертка уже готова. Сейчас начерчу внутреннее колечко. Вот они диаметры. Вот оно количество. Решил делать такую в виде друшляка камеру сгорания. Вдаваться в само расположение отверстия не буду. Скажу лишь, что площадь всех отверстий должна равняться площади входа воздуха. Ну либо быть около того. Такой принцип везде прослеживается. Я думаю и у меня вот здесь должен он сработать. И наконец-таки мы начнем камеру сгорания. Потому что затянул я, конечно, уже с двигателем. Просто очень много думаю. Ребята, поймите меня правильно. Очень-очень много думаю. Так как все должно быть мега компактно. Потому что чем больше камера сгорания, тем легче ее сделать, чтобы она работала. Вот этот промежуток между стенкой корпуса и жаровой трубой сделаю очень маленький. Здесь вот видите миллиметров 8, наверное. У меня будет всего 2,5 миллиметра. Я лучше это полезное пространство под камеру сгорания использую. Не знаю, почему они это не делают. Почему-то на всех двигателях, на всех чертежах вот здесь очень большое пространство. Неужели оно сильно влияет? Лично я в этом очень сильно сомневаюсь. Огромное пространство и снизу и сверху. Хотя я замечал, что реальные двигатели, реактивные, имеют жаровую трубу, очень близко располагающуюся к стенкам двигателя. Решил делать аж целых 10 форсунок. Так топливо будет лучше испаряться и легче запускаться движок. Готово внутреннее кольцо. Надеюсь, я угадал. Для работы нам понадобится полированная труба от дымохода. Толщина стенки 0,5 миллиметра. Все свои жаровые трубы я делал именно из такого материала. Не подводит, однако. Нарезал пластин. Примерно подогнал их. Здесь есть припуск по 5 миллиметров. И вот таким образом приварил их, чтобы можно было обрабатывать пакетом. Буду сверлить отверстие. Оно вот такое жесткое получилось. И сразу получится три детали с отверстиями. Самая большая проблема для меня теперь придумать, как я буду это все сворачивать в колечки. Потому что мои вальцы, они для этого не годятся. У них валы гораздо толще, чем вот это. Снаружи еще, может быть, можно как-то с разбиранием вальцев сделать. А вот внутреннее кольцо проблематично. Очень проблематично. Возможно, просто удастся вручную согнуть. Надеюсь на это. У многих может возникнуть вопрос. А как я располагал отверстия? Откуда я взял диаметры отверстий? И как я их расположил? Внутри я расположил их случайным образом. Наугад. Ну а наружное кольцо жировой трубы я посмотрел на картинке. То есть там у меня есть картинка более крупного двигателя. Но он тоже маленький. Я немного модернизировал, немного уменьшил. И получилась вот такая штука. Сейчас насверлю отверстие и вы увидите, как оно будет вообще в реале выглядеть. Неплохо получилось. Стружки внутри не оказалось, зато я увидел огромные выступающие заусенцы. Теперь нужно устранять эту проблему. Я вот уже начал. Сверлышком очень хорошо идет процесс. Придется потратить некоторое количество времени драгоценного на эту процедуру. Пока что-то делаешь затяжное, можно хорошо подумать о насущном. Например, как сделать донышки. Хочется попробовать, друзья, сделать их выдавливанием. То есть сделать какой-то пуансон и попробовать сформировать с листа. Точить мне все это дело надоело. Все камеры сгорания будут требовать индивидуальной подгонки. Поэтому берем две детали на одну камеру сгорания и делаем конкретно под один двигатель. Друзья, вы будете смеяться, но я разработал нано-технологию, с помощью которой сейчас буду гнуть камеру сгорания. Зажал доску из бука и выточил пруток чуть меньшего диаметра, чем мне надо. Теперь вот так зажму и вручную согну, насколько это возможно. Выставляемся по лекальному уголку. Видно, что все точно, все четко. Станок прижимает очень сильно. Я еле-еле прикоснулся и уже деталь трудно сдвинуть. Усилию нажим можно гнуть. Я думаю, отлично получится. Думаю, даже роскошно. Что не получится, можно подбить резиновым молотком. Пока что вот что мы имеем. Неплохо получается, не правда ли, ребята? Это какая-то роскошь нереальная. Если честно, я полгода думал, как я буду делать эту деталь. Уж очень она маленькая. В мои вальцы не заходит. Друзья, две минуты работы. И все готово. Можно сваривать. Видите, все кругленькое. Все прекрасно получилось. По-быстрому подогнал размер дремелем и приварил. Получилась вот такая красота, ребята. Значит, смотрим, как подходит. Плотником. Вообще просто супер. В этой части камера сгорания просто насаживается плотно. Потому что я никак там не приварю. Ну а с наружной части я ее буду здесь прихватывать точечками. Вот собственно и все. Вот этот лист я, наверное, ровно в точно таком же стиле согну. Уж очень сильно мне понравилась технология. Из трех этот сварной шов самый лучший. Вот этот похуже. Здесь я вообще мега прожег потом наваривал и стачивал. Ну а здесь более-менее нормально, но тоже был косяк с прожогом. Давайте-ка прикинем, что вообще получается. Здесь должна быть ступенька с отверстиями под испарительные трубки. Ну вроде бы есть место под них. Ну а здесь донышко, ребята. Принцип действия камеры сгорания следующий. Сюда проходят трубки. И через них будет выходить испаренное топливо. Вот в этой точке. Оно начинает гореть, сгорает. Движется туда, в обратном направлении. Попадает на сопловой аппарат. Закручивается под нужным углом. Попадает на турбину, крутит турбину, поток. И все работает. Свежий воздух поступает через отверстия. Вот здесь сверху и внутри тоже он поступает аналогично. Вообще вот оно вот так должно быть. Вот эти тонкие отверстия служат для охлаждения пограничного слоя. То есть слоя, который по над стенкой идет. Чтобы стенки были не особо горячие и чтобы мы не плавили наш алюминиевый корпус. Хотя здесь и другие меры есть. Но это тоже как одна из мер. Этот ряд отверстий служит аналогичной цели. Только внутреннее кольцо охлаждает. Вот так. Из зеленого металла мы сейчас выточим оправку. Я уже вывел в размера. Это внутренняя форма донышка камеры сгорания. А теперь мне нужно сделать ответную часть, которая будет вставляться в заднюю бабку большого станка. Чтобы можно было прессовать. То есть это уже финальная стадия. Вот так это выглядит. Надеюсь мощности станка хватит. И надеюсь то, что я их сделал из алюминия, сильно не скажется. Нержавейка довольно-таки мягкая и тонкая. Осталось вырезать кружочек нержавейки и попробовать тиснуть. Прессануть, так сказать. Видите, здесь есть запас. Как раз под металл я рассчитывал. Не знаю, может быть мало оставил. Делаю первый раз. Опыта никакого нет. Не знаю сколько здесь чего оставлять. Надеюсь получится. Жуть как интересно протестировать. Вы даже себе не представляете. Спешу, чтобы быстрее попробовать. Теперь у нас большой вопрос. Как же в столь тонкой нержавейке сделать отверстие качественно? Снаружи-то можно болгаркой потом обшлифовать на наждаке, например. А как сделать отверстие? Это довольно таки непросто. Придется наверное что-нибудь испортить, ребята. Возьмем очень годное сверло. Прямо сверх годное. И переточим его вот в такое сверло. Как видите, это уже какое-то уродство. Ну давайте попробуем сделать им отверстие. Сверло берет чисто краями. Сверло берет чисто. Ну вот и все. Кстати, я недавно точил карбид вольфрама и убил направляющие. Вот такие новости. Наш винтовой пресс готов к работе. В стиле этого жанра надо полить маслецом. Обильно причем. И погнали! В гармошку. Да, вот так получается. Мощности хватает. Но вот что делать с гармошкой непонятно. Мне кажется большой очень припуск я дал. Потому что так в общем-то офигенно просто получилось. Вот это да! Крутяк, вообще крутяк. Ну все, ребята, годная технология. Определенно эта крышечка пойдет в камеру сгорания. Обточил, теперь можно приваривать. Очень даже миленько получилось. Следующую сделаю немножечко меньше. Уменьшу диаметр на миллиметр. Стало очень интересно, сколько давит пиноль в килограммах. Потому что я это делаю без особых напряжений. Вот и все. Все основные части жаровых труб готовы. Можно подвести кое-какие итоги. Со штамповкой мы еще не закончили. Потому что нужно штамповать не менее хитрую деталь с обратной стороны. Там еще будут отверстия и будут входить испарительные трубки. Ну а в них форсунки. Форсунок в каждой камере сгорания будет аж целых 10 штук. На одном из двигателей я уже начал все скручивать винтиками. Это очень непростая процедура. Потому что здесь фактически некуда вкручивать. Вот то, о чем я говорю. Видите, как просверлены отверстия. Пару раз я косякнул. Один раз резьбу нарезал больше чем надо. Примерно на 2,2 миллиметра. А надо на 2. А другой раз у меня сломалось твердосплавное сверло. Но все-таки хватило лопаток, чтобы по кругу все скрутить. Две вот этих детали четырьмя винтиками соединяются. А потом все три детали вместе с корпусом соединяются через вот эти отверстия. Все мега сходится, мега совпадает. В общем, ребята, поддержите лайком. Кому нравятся такие видео, хочется видеть вашу ответную реакцию. Также, если есть такая возможность, репостните в соцсетях. И напишите свой турбореактивный комментарий, что вы думаете по этому поводу. А у меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Всех благодарю за внимание и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok